Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Антон Кучухидзе, политолог-международник, сооснователь аналитического центра «Объединенная Украина». Антон, здравствуйте! Приветствую вас! Сегодня будем говорить о выгонятой России из ООН, о мирном саммите и окончании войны, и США еще стремится быть лидером в мире или уже не стремится к этому. Но об этом во всем мы сразу поговорим после вопросов от наших зрителей. Это вопросы, блиц-интервью, короткие вопросы, ответы, два-три предложения. И вот первый вопрос. Министр обороны Италии утверждает, что Москва готова к превентивным ударам ядерным. Это возможно? Я думаю, что нет, потому что ответ от коллективного Запада поступит сокрушительный, если они даже начнут делать первые шаги для реализации такого удара. Мировые лидеры считают Путина уже слабым или пока нет? Однозначно да. А в Кремле считают Путина слабым или он еще держит там какое-то напряжение? Учитывая, как внутри, скажем так, представители его широкой команды начинают критиковать друг друга публично, то да, его власть ослабла. Слабый Путин страшнее для мира, чем сильный Путин? Любой Путин страшный для мира. После Нового года будет новая мобилизация. Получится набрать желающих воевать и умирать в Украине? Желающих может и получиться. Тут ключевой вопрос в том, что будет большая проблема с оснащением этих всех желающих, потому что героическая украинская армия побила очень много техники. Рашистской, экономика их под санкциями. Китай товарами двойного назначения их не балует. Прямыми военными контрактами тоже. Поэтому ключевой вопрос, как им возмещать потери, которые они понесли в этой войне. И с этим вопросом они не справляют. Это были вопросы от наших зрителей. Блиц-вопросы. Теперь мы переходим к общим вопросам, которые нас интересовали вот на этой неделе. И начну, наверное, с последнего заявления господина Лаврова, который сказал, что неназванные официальные лица Пентагона якобы угрожают физическим устранением Путина. Это может быть правдой? Или это игра? Это цирк? Я думаю, что русские делают подобные заявления для двух целей. Первая – это внутриэлекторальная цель, чтобы убеждать внутри людей или людей, которые сомневаются в актуальности продолжения войны, в том, что страна в опасности, весь мир против них. И вот их вождя хотят убрать, и поэтому все должны жертвовать, вождь под прицелом. Таким образом, они выполняют фактически две функции – успокаивают электорат. И вторая – технологическая функция. Они показывают, что Путин якобы такой же человек, как и любой гражданин Российской Федерации, уязвимый. И только в единстве, в борьбе против Запада они могут что-то делать. Точнее, эти технологии используются для продолжения агрессивной политики против Украины прежде всего. И я уверен, что Пентагон, если бы имел какие-то такие цели, то никогда это не стало бы достоянием публичности. И, скажем так, даже на каком-то рабочем уровне такие вещи не обговаривались, тем более так, что произошла, грубо говоря, утечка. А выгодно было бы или США, или Китай вообще устранение Путина? И кого они могли бы видеть на месте, вот вместо Путина? Если это вообще выгодно? С точки зрения борьбы за власть, ну, то есть это две фамилии. Это Пригожин и Кадыров, то, что мы видим в медиа. Но, как бы, я думаю, что там может быть много других сюрпризов. Поэтому пока непонятно, кто вместо, и пока нет, грубо говоря, избранного большими игроками не то чтобы наследника, а нового руководителя, то, конечно, такая ликвидация невозможна. Потому что, опять же, тут стратегический вопрос у коллективного Запада, у Китая, у Индии, не столько в самом человеке Путине, да, а что будет дальше. То есть, что будет с этой страной происходить дальше, как с ними решать те же вопросы по ядерному сдерживанию, потому что ни для кого не секрет, например, советник по вопросам нацбезопасности президента США господин Салливан, при всех проблемах он имеет прямую коммуникацию со своими коллегами от расистов. И Белый дом об этом публично признает, потому что вопрос ядерного сдерживания никто еще не снимал с повестки дня и контроля разных технических аспектов. Поэтому вот такая вот тяжелая и многослойная, скажем так, структура ответа на ваш вопрос. Антон, а кого вы видите? Вот лично просто вот ваше мнение, проанализировав ситуацию, кого вы видите вместо Путина? Из нынешней конъюнктуры я, откровенно говоря, никого не вижу. То есть я бесю, что я имею в виду. То есть нет такого лидера, который бы взял бы курс на демократизацию России, превращение в адекватную страну, отказывают агрессивные политики к соседним странам. Ведь агрессии же поддаются не только Украина, оккупированы грузинские территории, оккупированы молдавские территории и так далее. То есть в нынешней конъюнктуре такого человека нет. Вот объективно, даже оппозиция у них, она провластная. Даже если мы вспомним отдельных лидеров, которые так или иначе претендовали на пост президента в этой стране, то они, например, по Крыму имели очень однозначную позицию. Несмотря на то, что они были оппозиционерами, либералами, как угодно называйте, что они не будут отказываться от агрессивных намерений по отношению к Крыму. Поэтому тут, я уверен, нужен полный перезапуск России как государства, смена власти плюс проведение первых за их историю за последние много-много столетий реальных выборов, в результате которых придет другая конъюнктура, потому что эта конъюнктура, она очень повязана и с криминалом, и с отмыванием денег, и с коррупцией, и паразитирует на нефтяном, газовом бизнесе, в государственном секторе и так далее. То есть это такой большой криминальный синдикат, у которых есть еще там ядерное оружие, и оказывается у них есть еще место в совбезе ООН. Поэтому по-другому эти люди мыслить не будут, потому что проблема России не только в том, что пропаганда работала 20 лет и люди действительно поверили властям, проблема в том, что агрессивная модель внешней политики России обеспечивает нынешнему режиму денежный, личный заработок и удержание у власти. То есть они за счет этих технологий продлевают свою политическую жизнь. А полная концептуальная и стратегическая смена власти, прихода реальных демократов, а не надуманных или карманных, он мог бы эту страну развернуть в другую сторону, в сторону мирного сосуществования с соседними государствами и в сторону развития, а не деградации. Вы вспомнили про ООН. Тут есть такой вопрос. Выгонят ли Россию из ООН? Юридические предпосылки для этого есть. Президент в своем послании к Верховной Раде Украины очень прямо обозначил, что Украина сегодня – это глобальный игрок, поэтому абсолютно не странно, что Украина как государство ставит подобный принципиальный вопрос на самой высокой дипломатической трибуне, которая существует в мировой политике. Почему есть юридические обоснования для этого? Потому что есть, например, статья 6, которая говорит о том, что член Организации Объединенных Наций, который системно нарушает принципы, цели и задачи Устава ООН, он может быть исключен из этой организации. То есть юридически это очень важный аргумент, потому что какие цели у Организации Объединенных Наций? Статья 2 четко описывает. Это достижение мира, стабильности и развития на глобальном уровне, а также проявление уважения к суверенитету и территориальным целостностям различных независимых государств. Все эти принципы и цели Российская Федерация нарушает не первый год. То есть 22-й год на самом деле стал изюминкой всей той агрессивной политики, которую они проводят с 91-го года. Я беру сейчас только современную историю, я не вспоминаю времена Союза или времена Российской империи и так далее. Поэтому позиция у Украины сильная, плюс надо понимать, что подобная позиция, конечно же, будет иметь оппозицию, но в то же самое время это возможность собрать максимальное количество государств для инициирования соответствующих процессов. Еще один юридический аргумент в пользу позиции Украины и министра иностранных дел Украины, господина Кулебы, это то, что была нечеткая процедура назначения Российской Федерации правоприемником в рамках Совбеза ООН, например, правоприемником от Советского Союза. То есть Запад же за верховенство права, все же там лидеры государств говорят, что право превыше всего, вот пусть и докажут, что в действительности право действительно превыше всего, а не политическая там номенклатура, конъюнктура, как угодно. Но опять же, я остаюсь реалистом, я считаю, что это долгий процесс, но он абсолютно реальный, потому что и правда, и международное право, и политическая конъюнктура на стороне Украины. Это случится до победы Украины или уже после победы? Я думаю, что реальнее все-таки после победы, когда Россия будет юридически оформлена проигравшим государством. То есть, условно говоря, начал этот процесс сегодня, он будет иметь определенную продолжительность, когда уже Россия проиграет, и как раз лишение статуса расистов в Совбезе ООН будет одной из составляющих будущего существования России на глобальном уровне после проигрыша. Потому что мирный договор, который будет после победы Украины, он определит параметры не только сосуществования двух соседних государств, а определит понижение статуса расистов на глобальном уровне, чтобы никогда больше они такую большую континентальную войну в Европе не начинали. После победы Украины государства Грузия, Молдова, Япония, Финляндия, ФРГ, ну и прочие государства, они вернут свои территории, которые в свое время Россия отжала у них, или не захотят, побоятся, не будут так действовать по какой-то другой причине? Я думаю, что они начнут говорить про это, соответствующие процессы начнутся. Тут главное ослабить их не только на поле боя, но и политически, и юридически, закрепив это в победном договоре для Украины. И после этого они начнут соответствующую политическую тактику и стратегию, имея уже прецедент, созданный героической страной Украина. Но тоже процесс не будет быстрым, потому что много что будет зависеть, например, каким путем пойдет Рашистская Федерация, насколько тотальной будет смена власти внутри, то есть много факторов внутренних будут влиять, насколько они будут сговорчивыми с другими государствами. Вспомнили вы о мирном переговоре. Я так вспомню о мирном саммите, который глава МИД Украины сообщил о планах провести мирный саммит в феврале 2023 года. Тут какая-то просто, мне кажется, прямая параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, когда делили послевоенную Европу. На этом саммите будут делить послевоенную Россию или что-то менять в послевоенной Европе, в послевоенной Украине. Конечно, ключевой вопрос будет обеспечение гарантии безопасности для Украины, потому что, опять же, это без преувеличения. То, что Украина много лет говорила, что наши системы безопасности взаимосвязаны и географически, и логически, и политически, а Запад не слышал этого относительно расширения НАТО или предоставления реальных гарантий и так далее, то сегодня уже все понимают, что в Европе будет сильная Украина, сильная армия, и, конечно же, нужны новые договоренности для того, чтобы защищать эту страну, которая стала фактически счетом для Объединенной Европы и в том числе счетом для НАТО, и это тоже не преувеличение. И, конечно же, ключевой вопрос будет статус, роль, наполненность этих гарантий безопасности для Украины. То есть, скорее всего, будет определенный договор, который будет существовать до момента вступления Украины в НАТО, потому что господин Столтенберг, например, абсолютно не исключил возможность расширения НАТО за счет Украины и так далее. И, конечно же, смена статуса Украины в регионе и на глобальном уровне – это такая политическая вещь, которую нужно фиксировать, по которой нужно договариваться, иметь общую позицию и идти дальше. Поэтому вы правильные аналогии проводите относительно Ялтинской конференции. Условно говоря, Тегеранская конференция уже состоялась, это визит Зеленского в Вашингтон. Теперь ждем Ялтинскую, а дальше Поддамскую. Хорошо. А давайте все-таки чуть-чуть конкретнее остановимся. Понятно, что сейчас мы гадаем больше на кофейной гуще, но все же. Вот три пункта, которые, по Вашему мнению, будут главными пунктами в безопасности Украины и безопасности Европы. Назовите. Первый ключевой пункт, я думаю, что он очень важен. Хотя, откровенно говоря, все пункты безопасности, они важны, но раз три, то не думайте, что я их называю там первые, это первые, второе, нет, они все равноценны. То есть разоружение расистов хотя бы до Урала. То есть это минимум. Потому что, как-то, знаете, вяло Запад реагировал, ну опять же, кроме Соединенных Штатов Америки и Британии, на то, что в 300 километрах от нашей границы они кучу техники сгоняли на протяжении нескольких лет. То есть это уже определенные сигналы. Поэтому однозначно должно произойти крупное разоружение российской армии после их проигрыша и создание пояса безопасности не на территории Украины, а вглубь на территории Российской Федерации. Второе, это создание системы оперативного реагирования до момента вступления Украины в НАТО. То есть, условно говоря, это может быть и реализация Киевского договора безопасности, который был представлен группой Ермак-Расмусен. То есть что я имею в виду? Условно говоря, если в России опять сойдут с ума через какое-то время или будут реваншистские настроения, чтобы Украина не ждала там помощи или там опять не ждала, пока соберется в формат Рамштайна, а чтобы существовали операционно такие военно-политические линии коммуникации, системы взаимодействия, которые позволят оперативно развернуть всю мощь Украины плюс коллективного Запада против агрессивных настроений Российской Федерации потенциальных. И третье, это, конечно же, чтобы был стабильный мир на территории любого государства, нужно экономическое развитие. То есть создание фонда по восстановлению Украины. Те суммы, которые звучат, иногда радуют слух, иногда не очень. Поэтому, учитывая, какую колоссальную роль Украина сегодня выполнила для коллективного Запада и что расисты не пошли дальше на центральную и восточную Европу, мы абсолютно заслуживаем реальные инвестиции для восстановления нашего государства, сообща и вместе. Поэтому однозначно Запад должен обозначить количество денег в этом фонде, которое будет выделено для восстановления нормальной жизни и деятельности для Украины. Вы сами сказали фразу, что Украина становится таким региональным лидером, если я правильно вас понял. Региональным и глобальным одновременно. Хорошо. Региональным и глобальным одновременно. Украина на этом фоне может себе что-то во время этой конференции что-то торговать? Какие-то привилегии? Привилегии? Ну, на самом деле, привилегии три. Первое – это больше вооружений на всякий случай. Вот просто на всякий случай. А бы было, как у нас скажут. Да, это очень по-украински, кстати. Да. Вторая привилегия – это, например, замещение на продовольственном глобальном уровне российской номенклатуры за счет украинской номенклатуры. То есть полное вытеснение рашистов с глобального продовольственного рынка, как одно из направлений. Коллективный Запад же говорит, что они хотят, чтобы мы максимально быстро отстроились и так далее. Пусть помогут нам зарабатывать. Пусть больше санкций ведут на их экономику. А наша экономика после войны, которая сможет запуститься и работать, мы накормим и Азию, и Африку, и очень много государств. То есть с точки зрения выполнения обязательств у Украины не будет проблем. С точки зрения урожайности, когда Украина победит и не будет боевых действий, тоже проблем не будет. И так далее. Поэтому, если Запад хочет в стратегическом смысле, а это на 20-30 лет вперед усилить Украину, то нужно и такие рынки отдавать под преференции для Украины. Пусть ради бога. Пусть создают совместные предприятия с нашими украинскими предприятиями, которые аграрным сектором занимаются. И пусть это будет общий бизнес. Неважно. Главное, что их деньги будут здесь и что их партнер будет сильнее, чем потенциальный враг. Ну, вот это как пример. Остальное, это преференция, это создание соответствующих налоговых, льготных всяких инструментов в юрисдикции Украины для того, чтобы как можно больше денег заполучить для восстановления. То есть тут взаимные преференции должны быть. Условно, создание экономических свободных зон или промышленных зон для различных регионов. Опять же, это мы с вами говорим про концепции. По моим инсайдерским информациям, конечного видения восстановления, то есть концепции восстановления, то есть развития кластеров или там региональное развитие, или еще как угодно, да, пока что нет. То есть идет большая дискуссия на очень высоком уровне, какой должна быть финальная программа восстановления Украины, стратегии финансирования. Поэтому обращу внимание, что мы с вами просто как лучшие примеры из истории международных отношений приводим в контексте Украины. Ну почему бы не приводить? Давайте пойдем к следующему вопросу. Наверное, будем такой завершающий элемент. США стремится ли еще быть лидером в мире? Почему я спрашиваю? Может ли США повлиять на Иран по поводу производства и поставок беспилотника в России? Или США все-таки в этом плане отойдет на второе место, не будет этому делу ставить палки в колеса? Тогда, с другой стороны, США, можно сказать, уже не стремится быть глобальным лидером и защитником в мире, защитником демократии. Классическое объяснение внешней политики США заключается, скажем так, в двух ролях. Первая роль – это маяк демократии, как пример демократического государства, которое просто развивается. И другой пример исторический – это хрестоносец демократии. Вот на хрестоносцев сегодня, конечно же, похожи Соединенные Штаты Америки, потому что никогда эта страна, учитывая ее влияние, учитывая углубленность в глобальные процессы, институционально, финансово, политически, с точки зрения военно-политических обязательств и так далее, эта страна уже никогда не будет региональным игроком. Такая махина создана по разным направлениям на международном уровне, что эта страна всегда будет претендовать на лидерство. Ну и экономика их соответствующая также позволяет им претендовать на это. Поэтому никакую вторую роль они по Ирану отыгрывать не будут. Дело в том, что, знаете, есть всегда ожидание наших телезрителей, что вот сейчас американцы махнут рукой и все получат. Но политика реально немного сложнее, потому что логика, например, сегодняшней стратегии безопасности, которая официально принята в Соединенных Штатах Америки как стратегия защиты собственных интересов, там есть всегда такая фраза, что мы и наши союзники, и партнеры. То есть, когда они начинают какой-то глобальный процесс, они пытаются максимально много партнеров и союзников уговорить участвовать в том или ином процессе. Как это было, например, с Рамштайн. Вот то же самое и с Ираном. То есть, просто, чтобы Минфин США ввел санкции, да хоть завтра. Но им же нужно вычислить каналы доставки, есть ли западные составляющие. А по разным инсайдам американских СМИ есть некоторые западные конфликтующие с различных государств европейских в этих шахедах. И так далее, и так далее. Это все надо вычислить, остановить, договориться, сконстолидировать позицию и вместе идти против Ирана. То есть, это одно направление. Второе направление. Если Иран продолжает сходить с ума, опять же, по разным данным американских СМИ, они убавили сейчас свои аппетиты. То есть, они реально боятся передавать ракеты средней и большей дальней. Рашистам, потому что они понимают, что эти ракеты могут полететь в Украину, и тогда у них будут еще больше проблем, чем из-за дронов. Тут же ключевой вопрос с Ираном какой не решен. Это их ядерная программа. Если они сходят с ума дальше, то коллективный запад может рассмотреть абсолютно различные механизмы влияния и сдерживание их неадекватных интересов по как раз-таки наращиванию ядерного потенциала. Поэтому Иран играет с огнем. Или они сами одумаются, или реально им помогут. Очень странная история, объективно. Когда на Западе начался дискурс о том, что должна быть граничная цена на рашистскую нефть, ограничить загубки газа и нефти, рашистской и так далее. В России была информация, что Ирану предложили, условно говоря, постепенно уходить от санкций и заходить на глобальный нефтяной рынок, потому что у них тоже крупнейшие запасы нефти, в обмен на соглашение по ядерному сдерживанию и так далее. Страна вместо зарабатывания, я не знаю, десятков и сотен миллиардов долларов выбрала путь вляпаться в историю. И оказаться на ее помойке. Поэтому очень нелогично, с точки зрения теории национальных интересов, они свой шанс потеряли. Поэтому тут у них только один выбор – вовремя остановиться. Иначе могут быть очень много других процессов запущено. Например, ни для кого же не секрет, что Израиль всегда, например, имеет в рукаве запасной вариант по превентивному удару по иранскому военному потенциалу. И надо же понимать, что Израиль настолько самостоятельный игрок, что он не всегда может согласовывать со своими союзниками военные действия абсолютно разного характера. И, конечно же, в первую очередь Иран таким поведением, он помог Украине сменить принципиальную позицию Израиля, быть равноудален. То есть реально очень мало конкретики в СМИ, но очень много намеков на то, что Израиль поменял свою политику раз, и было после того, как украинская сторона доказала, что иранские дроны применяются против нас, Израиль тогда сказал, как реакцию на информацию о возможности передачи ракет средней и большой дальности иранских расистов, он сказал, что тогда Израиль будет помогать Украине максимально защищать свое небо. То есть это была реакция даже на потенциальное политическое решение, не на финальное. А если Иран будет углублять сотрудничество с Россией и обострять ситуацию, то они от Израиля получат большой привет. То есть или политика, или Иран одумается, или израильские самолеты помогут это сделать. Да, и вот, например, как информация была, опять же, ну, знаете, мы сейчас живем в такую эпоху, когда что-то подтверждают преднамеренно, а что-то не подтверждают. Но, например, такой факт, когда Израиль нанес удары по Сирии именно в промышленную часть, где было подозрение, что там собирались иранские дроны. То есть вот вам и реакция. И это произошло после того, как иранские дроны полетели на Украину. То есть я не говорю о том, что это из-за Украины могло было быть сделано. Сдерживать Иран это в интересах Израиля, прежде всего. Но в целом вот на такие, скажем, меры Израиль всегда готов. И военные возможности этой страны, и лоббистские возможности этой страны позволяют им себя таким образом вести. Ну что ж, это же хорошо. Пусть позволяет, пусть помогает. Давайте перейдем ко второму блиц вопросу. Напоминаю вопросы от наших зрителей. Будем заканчивать на этом интервью. Короткие вопросы, короткие ответы. Я собрал в этот блиц несколько вариантов от зрителей, как может завтра, именно вот завтра, закончится война. Давайте так проанализируем. Вот именно завтра. Да, вот именно завтра. Ну там завтра это в короткий срок. И вот, закончится ли война завтра, если Пувитин выведет войска и продаст населению какую-то мнимую победу? Такое может случиться? Недостаточно вывести войска, нужно вернуть все территории. То есть нет, да? Нет, потому что он может вывести войска, а потом терроризировать нашу территорию. То есть вывод войск, возвращение территории и остановка всяких агрессивных действий, любых. Или прокси-действия, или прямые. А какую внутреннюю победу, точнее какую победу, точнее проигрыш, которую назовут победой, может принять внутренний российский зритель, по вашему мнению? Я думаю, что им могут навешать лапши на уши о том, что якобы военный потенциал Украины ослаблен, и поэтому мы теперь можем вести другую политику по отношению к этой стране. Это единственное, во что, ну, скажем так, неохотно, но еще могут поверить. Закончится ли война завтра, если Путин застрелится или его ликвидируют? Да, да. Это закончится, да? Не будет желающих занять место Путина и продолжить войну в Украине? Волки внутри начнут делить шкуру убитого медведя внутри страны. Им не будет ни давнейшей политики. Потому что есть очень много влиятельных людей в России, которые уже кулуарно говорят, что война ими проиграна. И лидер, который претендует возглавить там Кремль или это государство, он не может начинать с проигрыша. Поэтому им легче будет отказаться от войны и заняться борьбой за власть внутри. Итай может заставить Путина закончить войну завтра? Может. Что должен для этого сделать? Давить экономически, не покупать нефть, выкручивать руки, демонстрировать публично токсичность и так далее. Неудача после очередной мобилизации могут закончить войну в ближайшие сроки? Нет. Люди настолько пропитаны желанием повоевать? Да. Ну, не то чтобы желанием повоевать, а они просто агрессивно относятся ко всем соседним странам, народам и так далее. Почему-то этот народ, ну, скажем так, население, которое живет в России, считает, что они там богом избранные, лучше кого-то и так далее, и так далее. И это нормально, что они наводят порядки в других странах. Это у них в крови, в ментальности, в культуре. Ну, в общем, не хочу переходить на национальную тематику, но мое профессиональное убеждение на основе анализа истории именно такое. Я просто хочу напомнить тем россиянам, которые так думают, думаю, что их достаточно очень много, что ВСУ уже перевоспитало больше ста тысяч, а если взять с ранеными, то, наверное, больше уже трехста тысяч. Так что смотрите, в Украину приезжать это такое себе, можно получить. Большое вам спасибо, Антон, за сегодняшнее интервью. Все очень четко, по полочкам. Хорошего дня, ждем победы Украины. Спасибо, да, обязательно победим. Успехов, берегите себя.